Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полюбуйтесь, какой бульон. Чистое золото. А все потому, что я соблюдаю правила, которые приняты на кухне. Никакие продукты не выбрасываю. Хребты, головы, хвостики от рыб так просто коллекционирую в морозильнике, для того, чтобы потом однажды приготовить одно из моих любимейших блюд. Рыба с чесноком и кинзой по рецептам бухарских евреев. Это программа о вкусной и здоровой пище, а меня зовут Сталик Ханкишиев. Сегодня я приготовлю судака очень простым, но очень эффектным способом. Смотрите внимательно, запоминайте и учитесь готовить. Рыба, разумеется, выпотрошена, почищена, жабры удалены. Впрочем, до жабр дело не дойдет, потому что голову я сейчас отрежу и оставлю на потом на уху, либо на точно такое же блюдо, как мы собираемся готовить сегодня. С тушкой рыбы все очень просто. Нарезаем точно так же, как для обыкновенной жарки в сковородке. По сути дела мы ее сейчас самым обычным образом в масле и пожарим. Если говорить правду, бухарские евреи никогда не покупали судака либо какие-то крупные рыбы. Покупали рыбу подешевле, мелочь какую-то, сазанчиков вот такого размера, карпов граммов по 300. Да, в них очень много мелких костей. Но дело в том, что они надрезали рыбьи бока, делали насечки, жарили в хорошо разогретом, буквально кипящем масле. И эти косточки просто-напросто выжаривались. Их потом ешь и не замечаешь. Ну, а если говорить о судакее, то это же буквально царская рыба. Мало того, что очень вкусная, так и не очень сильно костлявая. Я должен вам сказать, что это блюдо восхищает не только меня, несмотря на всю его спартанскую простоту. Что вам понадобится? Мелко порубленная кинза, несколько зубчиков чеснока, чеснокодавилка, соль, разумеется, немного муки для того, чтобы обвалять рыбу, хорошее растительное масло и черный перец. Вот и все. Бульон можно убрать в сторонку, пусть остывает. А на его место на плиту ставим сковороду. Желательно попросторнее, да получше. Какая бы хорошая ни была у вас сковорода, масла на нее надо налить достаточное количество. Дело в том, что по этому рецепту тепло в рыбу должно переходить не непосредственно от сковороды к рыбе, а через масло. Сначала нагревается масло, а затем масло равномерно, абсолютно равномерно нагревает рыбу. Ведь посмотрите, кусочки у рыбы зачастую бывают не совсем ровные, не очень плоские. Ну и не беда. Для начала рыбу надо посолить. Рыба соль любит, только предупреждаю, что солить рыбу необходимо непосредственно перед тем, как она отправится на сковороду. Иначе постоит соленая рыба вот так минут 20-30, и уже изменит свою консистенцию, усолится. Перед обжариванием обмакиваем рыбу в муку. Ну, можно сказать, примитивно панируем. Лишнюю муку с рыбой лучше стряхнуть, потому что мука, попадая в масло, сгорает, обгорает. И в результате масло окрашивается в ненужный нам красный цвет. Это ни к чему. Отряхнули, сколько осталось муки на рыбе. Столько и достаточно. Опускайте рыбку аккуратно, не обляпайтесь. Трудно сказать, сколько минут надо жарить рыбу. Это каждый человек должен почувствовать. Вот стала она такой золотистой, приобрела упругую консистенцию и переворачивай. Помните, какой кусочек был первым, какой кусочек был вторым? В том порядке и переворачиваем. Вот оно, как красиво. Я не люблю, когда жарят слишком сильно, до красного, до черного цвета. Зачем? Кусочки тоненькие, они уже прожарились. Ничего не может быть вкусным, если это переготовлено, если это пережарено и тем более, если это пригорело. Вот так пожарилась рыбка и хорошо. Вынимаем и не на салфетку. Нет, вовсе не так, как поступили бы европейские повара, которые промакивают масло в бульон. В бульон! И это получается невероятно вкусно, потому что бульон несет в себе огромное количество вкуса. Вы же понимаете. А теперь в освободившиеся после обжарки поры проникает именно этот бульон. Все получается очень хорошо. Этот кусочек слишком светленький. Перевернем вам разочек. Возможно, у кого-то возникнет идея эту же самую лопатку доставать из бульона. Ну, лопатка-то намокнет, вы потом туда-обратно в масло. И что же у вас получится? Получится не очень хорошо. Поэтому приготовьте отдельные щипцы, которыми вы будете вынимать кусочки рыбы из бульона. Но это еще не все. Погодите. Самое интересное только начинается. Сейчас мы этой рыбе будем придавать вкус. О, какой вкус! И я не знаю, надо ли говорить о том, что не стоит перегружать сковородку ни в коем случае. Кладите так, чтобы рыбе лежать было достаточно просторно. Ведь мощность сковородки, мощность плиты под сковородкой, они не бесконечны. Очень важно, чтобы рыба пожарилась достаточно быстро, и при этом масло было не перегретым ни в коем случае. Кусочки рыбы в бульоне должны полежать буквально минутку. Этого достаточно. После этого их выкладываем на то самое блюдо, на котором и будем подавать. Вот теперь на почти что готовой рыбе необходимо создать ансамбль вкуса. Я рыбу солил, но я ее не перчил. Сейчас самое время. Поперчил бы я рыбу до жарки, ну и что? Ну, сгорел бы этот перец в масле. А вот сейчас он сработает наилучшим образом. Вы бы знали, какой потрясающий аккорд создают кинза. Но это еще не все. Жареная в масле рыба и чеснок создают другое, очень вкусное вкусовое сочетание, которое работает всегда, в любом блюде. Запомнили? Где кинза, там черный перец. Там, где рыба, там чеснок. Чеснок выдавливаем немного, по чуть-чуть, буквально по трети зубчика, может по половине зубчика, на каждый кусочек. Этого достаточно. Ничем вкусным на курке злоупотреблять не стоит. Едоки должны воспитывать, какая вкусная рыба, а не какой вкусный у тебя чеснок и кинза. Хотя кинзы положили достаточно много. Но это связано с тем, что сейчас уже поздняя осень, и кинза не пахнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Званого обеда эта рыба, рыба почти что заливная. Почему я говорю так? Идите сюда поближе, посмотрите, я хочу взять ломтик для того, чтобы поскорее попробовать. Весь тот самый бульон застыл, ну точно как в заливном. Но все это настолько вкусно, что не требует никакого хрена, никакой горчицы, а требует только одного слова. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, жаркое по дореволюционному рецепту. Под словом жаркое подразумевается блюдо, которое мы уже готовили с вами до революции. Под словом жаркое подразумевалось нечто, приготовленное крупным куском. То ли это крупная птица, то ли это крупный кусок мяса. Например, телячья ножка. Здесь была голяшка, мы ее отрезали, потому что иначе этот кусок мяса не поместится ни в какую гусятницу. А именно гусятница для приготовления жаркого вам ой как понадобится. Но погодите, еще не сейчас. Вначале надо разобраться, где у ноги был перед, а где у ноги был ляжка. Здесь косточка проходит внутри. Итого, это была левая нога. В любой ноге, что у барана, что у теленка, что у коровы, вот здесь в задней ее части находится то, что мы называем лимфоузлами. И эти лимфоузлы лучше бы удалить. Если скотина здоровая, то ничего страшного, можно готовить и вместе с лимфоузлами. Они не имеют никакого неприятного запаха. Но если вдруг теленок был, например, простужен, либо у теленка были какие-то другие заболевания, не влияющие на остальное мясо, вот здесь, в этих лимфоузлах скопится довольно неприятного вкуса и запаха лимфа. Поэтому лучше всего на всякий случай это все удалить. Да здесь ведь даже 50 грамм нет. Удаляем совсем немного, зато получаем гарантированно вкусное мясо. Кстати, чтобы мясо было вкусным, хорошо бы его просолить. Можно, конечно, посолить и сверху, но внутрь эта соль не попадет никак. Поэтому я раскрываю ножом полость все глубже и глубже, с целью просолить мясо еще и изнутри. Если бы это была баранья ножка, я бы пожарил лук, морковь, добавил бы немного зиры и упаковал бы это как раз вот в эту полость. Но это телятина. К телятине ничего, кроме соли и свежемолотого перца не надо. У телятины очень нежный вкус. Не надо забивать его ничем ароматным и ничем слишком вкусным. Людям неопытным может показаться, что я солю чрезмерно сильно. Но здесь 4-5 кг мяса. Кроме того, огромная часть соли рано или поздно выйдет и окажется на дне гусятницы. Поэтому солим достаточно обильно. Соль должна проникнуть внутрь мяса. А для того, чтобы свой вкус раскрыл перец, необходимо два условия. Должно быть достаточно влажно, а здесь будет влажно и должно быть достаточно жирно. А вот с жиром телятина-то и подкачала. Я беру немного вкусного топленого масла и подкладываю ее сюда, в центр этой полости. Масло растечется, все получится как нельзя лучше, если мы сейчас аккуратно увяжем этот кусок мяса при помощи обычного шпагата. Да, обвязывать мясо при запекании и даже при отваривании – это очень полезная привычка. Несколько ниточек шпагата лучше сразу разложить на столе. Предупреждаю, что эту работу лучше делать вдвоем, с помощником. Но я надеюсь, что вам все понятно. Вишние куски печевки лучше обрезать, а за прилегающие к мясу нити беспокоиться не надо. Они не сгорят ни при каких условиях. Во-первых, шпагат загорается при температуре 350-400 градусов. А запекать телячью ногу мы будем при температуре только 220 градусов. Да и ту, в самом начале. Однако здорово забегая вперед. Мясо необходимо посолить и снаружи, а также смазать его маслом. Вообще было бы очень хорошо просолить и проперчить, промариновать, прогреть мясо заранее, как минимум за 2-3 дня. Но даже и так получится неплохо. Самое главное, не забудьте смазать мясо маслом. Многие повара и кулинары предпочитают в таких случаях использовать растительное масло. Но именно топленое масло создает столь характерный и милый, привычный русскому желудку вкус. Поэтому я использую топленое. На дно латки, либо гусятницы, как мы ее привыкли называть, хорошо бы подлить немного воды. Неплохо было бы придать ему и легкий хвойный аромат. Я взял несколько веточек розмарина, но я думаю, что в этом случае не менее уместное, чем лавровый лист и перец горошком. Лавровый лист и перец горошком тоже на дно латки. В закрытой посудине мясо будет не только жариться, но еще и готовиться на пару. Для первичного парообразования наливаю примерно 300-400 г воды. Ну, а теперь сверху сеточка. Если нет такой сеточки, то ничего страшного. Можно нарезать морковку брусочками, можно нарезать лук крупными кольцами. Одним словом, что-то, что будет удерживать мясо на почтительном расстоянии от дна и боков гусятницы. Все то мясо, что будет прикасаться к раскаленным стенкам, либо ко дну, рано или поздно потемнеет. Я не хочу этого. Я хочу получить отличный, румяный, поджаристый, очень сочный внутри кусок мяса. Для этого очень важно правильно рассчитать время запекания. 45 минут на каждый килограмм веса при температуре 220С. Из мяса будет вытекать сок, масло растает, рано или поздно вытопится хоть сколько-то жира. Во многих старых книгах рекомендуют ближе к окончанию готовности раз в 15 минут открывать латку и поливать вот этим бульоном и этим жиром поверхность мяса, чтобы мясо как бы залакировалось. Но мой опыт подсказывает, что в хорошей латке с плотно закрывающейся крышкой этого делать не надо. Все получится отлично. Капельки сока будут капать в раскаленное масло, будет образовываться особый пар, который будет содержать в себе мельчайшие капельки масла. И это масло, этот жир будет оседать на мясе. Так что все получится само собой. Итак, ждем 3 часа. Все готово. Запахи в доме стоят очень праздничные, очень аппетитные. Полюбуйтесь. В качестве гарнира запеченная картошка. Ибо это и без того очень хорошо, настолько хорошо, что мне не остается ничего, кроме как пожелать вам крепкого здоровья, больших успехов, много счастья и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...